Внешне политическая ситуация накладывает влияние на внутреннюю политику. В первый день весны в стенах региональной администрации прошло традиционное аппаратное совещание. При этом ряд вопросов был связан с непростой ситуацией на Украине. Однако и внутри областные дела, никак не связанные с внешней ситуацией, не были оставлены без внимания. Первое мартовское совещание, но настроение у собравшихся отнюдь не весеннее. Из Украины, где проходит операция по демилитаризации, пришла информация о гибели военных из расквартированной в Ульяновске бригады ВДВ. Весь операции принимают участие 31-я бригада ВДВ, пусть все об этом знают. Есть потери, пока два человека, именно по определенным причинам пока мы не совершаем. Региональное правительство, по словам Алексея Русских, переходит, цитата, на круглосуточный режим работы, а руководителям ведомств до особого распоряжения не рекомендовано уходить в отпуск. В целях предотвращения негативного воздействия санкций в регионе созданы штабы по всем значимым направлениям жизнедеятельности. Жду ежедневного доклада о ситуации на продовольственном рынке и, как понимаем, в мере в случае необоснованности скачков и цен на товары первой необходимости. Подчеркну, что все социальные обязательства регионных и жителями будут, безусловно, выполнены. Главное – не допускать паники и не поддаваться на провокации тех, кто намерен дестабилизировать обстановку. При любой нештатной ситуации бывает обеспокоенность людей о том, что за сохранность своих наличных средств, вкладов, но постепенно она уходит. Регион живет обычной жизнью, и от ранее намеченных планов мы отступать не намерены, подчеркнул глава области. Дорожники готовятся к традиционным весенним работам, о чем проинформировал Евгений Лазарев, только что получивший повышение с должности главы Минтранса до вице-премьера региона, курирующего дорожное хозяйство строительства ЖКХ. В ближайшее время в стремительно растущем микрорайоне новостроек в Засвияжье начнут возводить второй корпус сотого лицея. Решение об этом было принято еще во время прошлогоднего визита в регион российского премьера Михаила Мишустина. Мы понимаем, что школа не может построиться за месяц, 3-5, есть достаточно серьезный технологический срок, и поэтому решение о начале строительства совместно с городом Ульяновском принято летом этого года. То есть начнется строительство в летом, июнь-июль. Также было отмечено, что в микрорайоне Запад в перспективе будет построена еще одна школа. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.